Итак, добрый день, дорогие мои слушатели и зрители. Тема нагрудной выточки, которую я затронула в последний раз, вызвала очень живой интерес у вас. Появилось много вопросов на эту тему, и поэтому продолжение родилось каким-то естественным образом. То есть, если в прошлый раз мы много с вами говорили о том, куда деть нагрудную выточку, где она любит жить, в изделиях отрезных по линии талии, то сегодня, по вашим просьбам, мне хочется продолжить эту тему и поговорить о том, куда же все-таки деть нагрудную выточку, в том случае, если у вас изделие не отрезное по линии талии. Мы его сейчас изобразим. Вот такая какая-то стандартная достаточно ситуация. Я не буду рисовать. Ну, понятно, что есть какие-то рукавчики. Нас сейчас они меньше всего интересуют. Итак, сегодня разговор о том, где будет, где любит жить нагрудная выточка, если изделие у нас не отрезное по линии талии. А значит, у него есть какие-то вот здесь, допустим, талиевые выточки еще. Более сложный вариант. Ну, или оно просто прямое у вас, более простой вариант. Это уже не имеет значения. Факт тот, что очень часто для качественной посадки нам нужно использовать для работы базовую конструкцию именно с нагрудной выточкой, потому что только она убирает заломчики, которые живут вот в этой части. И позволяет, ее присутствие позволяет сделать наше изделие менее объемным. А менее объемное изделие, это всегда минус несколько килограммов, как вы понимаете. И поэтому это всегда хорошо. Это более строгий крой, более важный крой, более качественный крой, на мой взгляд. Хотя никто не отменял сегодня оверсайз и большие прибавки. Там уже нагрудная выточка не актуальна. Она убирается, уменьшается постепенно или убирается вообще на нет, уходит на нет. И тогда мы берем в работу построение базовой конструкции без нагрудной выточки, которая тоже описана в моем плейлисте. Итак, базовая конструкция, она живет у нас вот здесь и вот здесь. Так, самый такой вот простой вариант, который бы мне хотелось сейчас на лето вам, допустим, предложить, это, скажем, какой-то вырез горловинки. Неважно какой, да? И вот эта нагрудная выточка у вас прячется в два вот таких защипчика. Причем оба этих защипчика, они направлены на выступающую точку грудной железы. Значит, этот момент, как он делается, как он выполняется, я вам достаточно подробно показала. У нас может быть вот такое вот платье, да? Вы делаете временный разрез, напоминаю, закрываете вот эту выточку верхнюю и оформляете горловинку, и потом распределяете ее на два вот таких защипа. Эту тему я осветила очень и очень подробно. И останавливаться на ней я сейчас не буду, повторяться не буду, а в описании вот этого видео, внизу, вы найдете ссылку. И подробненько посмотрите, как перевести любые выточки. Там, правда, этот пример показан на базовой конструкции с отрезной линией талии. И объединяется и эта выточка, и вот эта выточка в одну. Но вы сделаете это на базовой конструкции без отрезной линии талии. Продлите дальше. Вот такую вот базовую конструкцию вы возьмете, допустим. И будете работать только вот с этой верхней частью. Единственное, о чем мне хочется вам напомнить, что для того, чтобы выполнить эту задачу, пожалуйста, сделайте временный разрез. Для того, чтобы закрыть вот эту выточку, она у нас закрывается только тогда, когда мы можем сделать, допустим, вот этот временный разрез. Разрежем, закроем, выполним все необходимые действия, а потом снова закроем вот эту штучку, и она у нас откроется в два защипа. Этот же разрезик можно делать где угодно. Можно сделать его вот отсюда. Можно сделать его вот отсюда. Можно сделать его вот отсюда. Его делать нужно из того места, которое нам не будет мешать, для того, чтобы выполнить работу. А работа будет проходить вот в этой верхней части. Значит, временные разрезы где-то здесь мы делать не станем. А вот в нижней части здесь, здесь, где угодно можно сделать дополнительно временный разрез. Итак, я подробно об этом разговаривать сейчас не стану. Пользуясь этим же самым приемом, вы можете легко сделать нагрудную выточку вот такого плана. Ну, допустим, тоже пусть будет у нас какой-то вот такой вырез, или наоборот вырез будет небольшой. Да, наверное, скорее всего, не надо было делать большого выреза. Ну, хорошо. Тогда, если у вас вырез большой, можно разбить на три защипчика. Вот так вот сделать. Тоже получится очень красиво. Вариант такой несколько. А это обработать руликом, допустим. Или, допустим, вы какую-то планочку вот такую вот приточную сделаете здесь. Может быть, еще как-то оформите. Может, уголочком вырез этот оформите. Может, поменьше его сделаете. Неважно. Еще какой вариант. Посмотрите, какой вариант на базе в этой же истории. Ну, тут могут быть выточки, раз уж я нарисовала такой приталенный силуэт. Так, так. Еще может быть вот такой вот вариант. Вырез небольшой. Это наша грудь. И из одной точки, вот так вот два защипчика у вас выходят, из одной точки. А здесь вы можете или так оставить, или пришить какой-то воротничок, который бы закрывал у вас вот эту вот историю. Допустим, если вам хочется вот так пришить воротничок. Опять же, обработать косой бейкой какой-то, отделочной деталькой какой-то. Вот такой вот вариант. Тут бантики можно какие-то завязать. Ну, то есть, дальше напридумывать можно всякой-всякой разной истории. То есть, если вы воротнички какие-то будете, горловинку оформлять воротничками, то тоже очень удобно вот под эти воротники самой разной формы прятать вот эти защипчики. То есть, нагрудная выточка переходит в защип. Это подходит для большой груди, для большого раствора нагрудной выточки. Все вот эти варианты будут идеальны. Ну, про маленькую я и говорить уже не хочу, потому что там тоже должна быть иногда в строгой конструкции нагрудная выточка, и она тоже будет хорошо работать. И тоже будет вот это все обыграно. То есть, вот самый такой мой любимый прием, это прятать вот эту нагрудную выточку сверху вниз, потому что эти защипчики, их можно даже сделать незаметными, невидимыми. Ну, я уж не говорю вот про такие вот формы, когда у вас какое-то декольте вот такое большое, да, и вы просто переводите вот эту свою нагрудную выточку уже не в какие-то защипы, а переводите в драпировку. Вот такой вот вариант может у вас быть. То есть, защипы, это правило первое моделирования работает, переводы нагрудных выточек, а вот эта вот драпировочка, ну, собственно говоря, это тоже перевод выточки, только техника ее выполнения разная. Чем одно от другого отличается, я тоже вам подробно рассказывала. Вот такой вот прием может быть. Дальше. Еще один прием. Это наши пресловутые рельефы. То есть, все, что с рельефами, вот такие вот, допустим, рельефчики, и нагрудная выточка спокойно прячется сюда, переводится вот в этот вот рельеф. Это у нас центр груди, переводится вот в этот рельеф. Тема рельефов очень широко у меня освещена, тоже в предыдущих видео. И тоже в описании будет ссылка. Я вас туда отсылаю, чтобы здесь не повторяться. Я хочу сегодня рассказать о том, чего я еще вам не успела рассказать, но что тоже очень интересно, и то, что используется довольно-таки часто. Рельефы могут быть самые разные. Посмотрите. Важно, чтобы для того, чтобы спряталась нагрудная выточка у вас, именно в рельеф, они проходили через вот эту вот точку С, центр груди нашего. Например, вот такие рельефчики, как вам, допустим, да? Вот так вот как-то можно их отвести. Или вот такие вот рельефчики, можно их сделать вот такими вот, например, да? То есть, все, что будет проходить через вот этот вот центр груди, это примитивное моделирование. То есть, на базовой конструкции вы рисуете новое место для ваших рельефчиков. Важно, чтобы оно проходило у вас через центр груди. И потом нагрудную выточку прячете вот в эти разрезики. Оно у вас закрывается отсюда и открывается в новом месте. Ну, я уж не говорю вот про такие рельефы, часто очень вами любимые, которые проходят вот так через центр груди. и дальше идут куда угодно. Например, так, например, вот так. Тоже как угодно могут двигаться дальше и работать. Это тема рельефов и ссылка будет под видео. Еще кто-то мне написал, что нужно для большой груди использовать бачки отрезные. Я это называю, конечно, нужно. Обязательно даже нужно. То есть, когда наш рельефчик проходит не через центр груди, вот так вот, например, да, центр груди у нас вот здесь. И, конечно, как нам спрятать нагрудную выточку? Вот эти рельефы, рельеф, отведенный ближе к боковому шву, ну, некоторые называют его так называемый бачок. Ну, хорошо, пусть будет бачок, вот мне написала одна дама, да? Пусть будет бачок, он работает хорошо для нагрудной. Это все у меня тоже показано. И это видео я вам уже давала. В самом начале плейлиста я вам снова дам на него ссылочку. И эту выточку вы можете как в те же защипы из горловинки перенести, например, да? Или использовать, если вам не хочется какие-то защипы делать, использовать вот такую вот историю. Остаточная выточка называется. И тоже есть ссылочка на видео. У нас это уже рассмотрено, и это уже в деталях подробничка, очень подробненько вам показано. И вы можете вот эту историю тоже делать, как вам захочется и как вам понравится. Заодно, если у вас большой раствор нагрудной выточки, поймете, куда, как справиться. Вернее, если у вас выступ груди, поймете, что делать вот с этими рельефчиками, что в них надо забирать лишнюю ткань. Значит, тут же, по ходу дела, я вам постараюсь быстренько напомнить очень важную тему, на которую не все обращают внимание, но она часто подводные камни какие-то определенные содержит. Это когда у нас большая грудь, большой раствор нагрудной выточки, плохо очень работают вот такие рельефы, никогда их не делайте, которые проходят через центр груди, потому что вот здесь встречается долевое направление нити с косым направлением нити, и вот в этом месте всегда появляются такие ненужные заломы. Вот этого делать никогда нельзя и нежелательно. Потом, для этой же истории, конечно, абсолютно противопоказана вот эта выточка сбоку, вот такая выточка сбоку, потому что ее редко-редко, когда можно сутюжить. Вы знаете, уже говорила в предыдущем видео, что если сухие, жесткие какие-то костюмные ткани, вот этот вот уголочек при огромном растворе нагрудной выточке очень плохо сутюживается, и поэтому мы его не любим. И также мы не любим для огромного раствора, для большого раствора нагрудной выточки, мы, ну, совсем никогда не любим вот такие вот рельефы, которые проходят именно через центр груди. Вот такие вот рельефчики нам совсем не нравятся, потому что и долевое, и направление нити, и кармашек, который отводится для большой груди, очень-очень жестко привязан к одному месту на нашем изделии. А уставшая к вечеру грудь точно сюда не попадет, во-первых, во-вторых, я уже говорила, что очень часто, когда пока на примерочке вот это сидит хорошо, изумительно, как только мы проработали вот эти все шовчики, сточали, обметали и начинаем их утюжить, вот эта точка С может на капельку, на какой-то сантиметр подняться повыше, и все. И получается очень плохо, потому что грудь наша уже туда не попадает. Вот эти все отрицательные истории для большого раствора на грудной выточке, для большой груди, для женщин с выступающей грудью. Ну, а что же мы рассмотрим в этот раз, это как бы я немножечко вам повторила, и еще что-то повторю. А в этот раз более подробно мне хочется остановиться и показать это уже в моделировании вот на такой модельке. Сейчас лето, и вы можете использовать ее кругом-кругом-кругом. Как она выглядит? Например, да хоть и не лето, есть у вас какой-то воротничок, хомутик по косой выкроенный, или стоечка, допустим, и вы на грудную выточку переводите в драпировку, уже не в защипы, а мы перейдем ее вот в такую драпировку. Например, как вариант, у меня были такие платьицы, сегодня драпировки эти все снова в моде, поэтому будет хорошо. Мы посмотрим, как это сделать корректно. А потом из этой темы в развитие мы перейдем к теме, посмотрите какой. Например, тема, я, по-моему, тоже ее еще здесь не разбирала, это тема американской проймы. Вот так. Лето. Отрезали эти рукавчики. Здесь у нас драпировка. Та же самая сохраняется. А здесь может быть воротник-стоечка, например, да? А может быть не воротник-стоечка, а может быть вот такая вот, вот такая вот руликом обработанная, скажем, таким вот маленьким руликом полосочка, да? И все из-под нее уходит. А можно ленточку сюда какую-то ставить, например, как вот такую. Тоже очень интересная такая обработка. Пляжный такой вариант, да? Смотрите, как делается. Вот так. За счет припуска обрабатывается вот эта вот часть, да? Пришивается вот здесь. И в нее вставляется какая-то ленточка, которая завязывается красиво сзади. И все. А потом это все собирается, как вам нужно. А на спиночке это может выглядеть, например, на спиночке это может быть вот эта ленточка, переходить вот сюда, вот сюда. Это будут открытые плечики. Плечиков здесь нет. Чтоб вы знали, я говорю про американскую пройму. Плечиков вот здесь у нас нет. Так, так, так. И здесь тоже нет плечиков. Это я рисую для того, чтобы контуры создать нашего изделия. Вот такие вот у нас истории. И на спинке тоже, конечно, вот здесь плечиков у нас не будет. А здесь эта ленточка может завязываться в два каких-то вот таких вот симпатичных шарфика. Вот так, вот так может переходить. Ну, вот какие-то вот такие вот могут быть у нас истории. И вот эту историю мы рассмотрим более подробно. Все. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. Продолжение следует. Всегда Ваша Галина Коломейко. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.